Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Holy Play. В этом видео мы посмотрим новый модпак, а именно весенний модпак, который вышел 15 марта, то есть сегодня. Добавили очень много новых машин, также убрали зиму, сегодня мы это все посмотрим, потестим, поэтому пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте также вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Amazon Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, сейчас я направляюсь, получается, в автослом БМВ, посмотрим, какие машины там добавили. Я думаю, вы заметили то, что ламбу уже изменили, она вот такая вот красивая стала, но у меня слетел винил, получается, и вроде бы все, больше ничего не слетело. Ну блин, то, что винил слетел, немножко так неприятно, потому что я все-таки за него деньги платил, и эти деньги мне, конечно же, никто не вернул за винил. Но хотя, возможно, потом добавят новые винилы, если присмотреться, у него немножко колеса проваливаются под землю, видите, это видно, я думаю, то, что колеса совсем немножко, но проваливаются под землю, и это немножко раздражает. Ну ладно, в принципе, не будем на это обращать внимания, сейчас поедем сначала в автослом БМВ, посмотрим, что там добавили за новые машины, и потом уже посмотрим все остальные машины. Как вы заметили, думаю, убрали как бы полностью зиму, и так, пацаны, я приехал, получается, в автосалон БМВ, давайте поздравимся, хай, и здесь добавили много новых машин, давайте мы сейчас их посмотрим, машины довольно-таки интересные. И вот, получается, по ценам машины, это БМВ М6, хотя здесь написано почему-то М5Ф10, но я думаю, вы сами понимаете, то, что это не М5Ф10, это купе как бы, М5Ф10 не может быть купе, это БМВ М6. И те, кто покупали с рулетку эту машину за 20, за 30 миллионов, я вам реально сочувствую, потому что ее в автослоне можно купить за 6 миллионов. Я считаю, вы зря ее покупали, потому что видел то, что люди, которые убивали эту машину с рулетки, их очень дорого продавали. Ну а сейчас, эту машину можно спокойно купить в автосалоне за 6 миллионов рублей. Тачка довольно-таки прикольная, максималка здесь не показана, БМВ Х5 Е70 кузов, очень прикольный Х5, мне он нравится. Да, это не М кузов, но это тоже реально хорошая машина. Идем дальше, М4 Купе, это тачка, про которую давно мечтал Америкос, он ее себе хочет купить, стоит она 3 миллиона, максималка у нее, по-моему, 180, Америкос говорил. Я ее на тест брать не буду. Еще добавили БМВ Х5 F85 кузов получается, это уже М, по-моему, пакет, да, это БМВ Х5 М, тоже максимальная скорость не показана, цена 7 миллионов. Также вернули, пацаны, БМВ Ай8 для тех, кто очень сильно хотел, потому что видел то, что многие хотели, чтобы вернули. Чисто прокатимся, в принципе, до автосалона другого как раз на этой машине, потому что мне она интересна, как бы. Мне, если честно, М6 больше нравится, чем М4 по внешне. Мне реально она очень нравится внешне, но сейчас она вообще не настроена. Пацаны, запомните то, что скоростя могут поменять, поэтому, если машина там какая-то дорогая едет медленно, то, скорее всего, это изменит. Если, пацаны, будут какие-то фрезы, не обращайте внимание, потому что сейчас много у кого фризит, лагает, но я, вроде бы, выделение памяти поставил на максимум, и у меня более-менее, в принципе, не сильно лагает. Итак, пацаны, я приехал в автосалон, получается, Мерседеса, ну, соответственно, мы поставили БМВ, давайте посмотрим теперь Мерседесы. Здесь уже люди, в принципе, стоят, онлайн довольно-таки хороший, также еще добавили подарки там, ну, я не знаю, скорее всего, видосы про подарки я не буду снимать. Новый гейлик добавили, который стоит 10 миллионов. Давайте, кстати, его затестим, максималка у него написана 214, а сколько у этого гейлика максималка? 133, я понял, то есть, скорее всего, этот гейлик будет ехать хорошо, а старый гейлик будет ехать плохо. На самом деле, я не понимаю, зачем они добавили два гейлика, тем более, разница в цене 3 миллиона, то есть, либо вы покупаете новый гейлик, вот такой вот, либо вы покупаете старый гейлик за 7 миллионов. Хотя, с рук старый гейлик можно найти, в принципе, даже за 3 миллиона. Ну, не знаю, мне не особо он нравится, если честно. Ну, кстати, едет, да, он очень даже хорошо, в принципе, максималка у него почти 200. Бачком еще неплохо едет. Короче, я так понял, вот старый гейлик ехал так же самое раньше. Походу настройки со старого гейлика перекину на новый. И новый гейлик теперь едет очень классно. Ну, а старый гейлик будет ехать, ну, намного медленнее, мне кажется, даже. Итак, пацаны, вот я выехал на своем гейлике старом. Ну, блин, согласитесь, старый гейлик как-то, ну, покрасивее будет. Не, ну, согласитесь. Ну, если смотреть, ну, реально, старый гейлик мне больше нравится по внешке. Ну, серьезно, типа. Он, знаете, такой более брутальный, более такой привычный. Ну, в принципе, пацаны, разница небольшая именно по максималке. Там, максималка у нового гейлика, там, 215. А у старого гейлика максималка 200. Но есть разница и на поразгону. Но если у вас и гейлики стоит нитро, то, в принципе, разницы особо не будет. И мне в новом гейлике понравилось только то, что там тонировка хорошая. А в старом гейлике тонировка довольно-таки слабая. Лучше бы его просто в хлам затонировали, так же сам, как и новый. Ну, а так, в целом, как бы, я не собираюсь продавать этот гейлик и покупать новый. Потому что я не вижу в этом смысла. Да, тот гейлик там много бодрее едет. Но, как бы, этот елик тоже нормально едет, именно по максималке Итак, пацаны, я приехал уже в следующий автослон, который находится возле Анашана Здесь очень много новых машин, поэтому показывать все машины я не буду Буду показывать именно новые машины То есть машины, которые были уже и вы видели, я их показывать не буду Итак, вот Ламборгини Хуракан, в принципе, ее изменили Новые сиденья у него есть Вот такая вот полосочка появилась, типа, перфоманты, все дела Номерная рамка убрана, в принципе Изменили, пацаны, Форд Раптор, его сделали более новее Он такой реально пиздатенький, просто красивый Мне он очень нравится Стоит он по-прежнему 4,5 миллиона Я считаю, он реально очень классно преобразился Но реально тачка Пагаев, пацаны, стала Она и так была хорошая, а стала еще лучше Добавили также Шкода Супер Стоит она 1 миллион Я даже не знаю, типа, Шкода, Лямб, Е9-170 в стоке То есть чипом наехать будет где-то примерно 200 Ну, для Рыжиков, в принципе, это будет хорошая машина Хотя, мне 1 миллион, мне кажется, это дорого за Шкоду Я так понял, еще добавили конкурента Раптору Это Ниссан Титан Это, на самом деле, очень редкая машина, которую я нигде не видел Даже, по-моему, на Радмире ее нету На Родине тоже ее нету То есть тачка реально редкая И они добавили ее, я так понял, типа, конкурент именно Раптору Ниссан Титан называется И стоит он дешевле на 500 тысяч Также добавили Рено Дастер Который стоит 600 тысяч Максималка 159 Ну, я не знаю, это, наверное, тачка для Рыжиков Вот, на самом деле, добавили много, как бы, внедорожников Очень много добавили И я считаю, это круто, реально Теперь очень большой выбор именно джипов Да и вообще всех машин Очень интересная машина для меня Называется Lincoln Continental Надо будет ее обязательно затестить Максималка у нее 189 в стоке Я считаю, это очень круто И стоит она 3 миллиона Ну, именно тачка внешне очень интересная Следующая машина, которую я очень хочу купить Это Ferrari GT S4 7 миллионов она стоит Максималка 189 Вот ее я очень сильно хочу купить Я вам об этом еще говорил, когда смотрел скрины модпака То, что я эту тачку обязательно куплю Также добавили Lexus LX570 Он, как бы, и раньше был Но сейчас он какой-то не очень красивый Я считаю, он какой-то, знаете, игрушечный Мне он, честно, не нравится вообще Вернули, пацаны, крузочка Это очень круто Потому что многие хотели, чтобы вернули крузак И вовсе-таки вернули Но, мне кажется, у него колеса какие-то сильно широкие Сильно большие Но надеемся, что это, в принципе, пофиксят Также вернули Audi RS7 Стоит она 5 миллионов Максималка 168 Но, мне кажется, для RS7 Максималка 168 Это как-то маловато Хотя RS6 тоже Они немножко скорость ей занизили Ну, блин, это как бы Быстрые машины Почему И максималку такую маленькую делают Это полноприводная машина Это ваг Она валит Почему вы не сделаете ей нормальную максималку Я вот серьезно этого не понимаю Также вернули Lamborghini Urus Который мне вообще не нравится Я считаю, эта машина вообще уродливая В игре особенно В жизни, ладно, я бы пофоткал Она симпатичная Но в игре, я считаю, это уродливая машина Которую я бы не стал покупать И стоит она 10 миллионов Также добавили Audi A8 Едет на 145 Цена 700 тысяч Мне кажется, за эти деньги лучше купить какую-то другую машину Ту же самую Skoda Но хотя Skoda не такая на стиле Вот Audi реально на стиле Такая затонированная Дисочки стоят Вот симпатичная машина, серьезно Ну, 700 тысяч Мне кажется, за старую Audi Немножко дороговато Также добавили Volkswagen Golf Как бы есть обычный Volkswagen Golf Я видел Но это какая-то гоночная версия, походу Стоит она сколько, блядь? 5 миллионов за Golf Вы что, ебанутые? Сейчас бы за Golf платить 5 миллионов Да мне кажется, покупать не будут Не, максималка у него, в принципе, неплохая В стоке 170 Ну, блин, 5 миллионов за Golf За Volkswagen Golf Мне кажется, это очень дорого Также добавили Bentley Baintiger 13 миллионов рублей Максималка 184 Мне, честно, эта машина так же не нравится Как и URUS Ну, лично, мое мнение, пацаны Возможно, кому-то эта машина нравится Возможно, не нравится Но лично мне она не нравится Я бы ее не покупал Так, что там у нас дальше есть Audi Q7 Тоже симпатичная машина, в принципе Стоит она 8 миллионов Максималка 160 Ну, максималку можно было чуть-чуть побольше, конечно, сделать Но, в целом, машина реально прикольная Все-таки решил прокатиться на вот этой тачке Это Ferrari Ну, блин, выглядит она очень круто Но разгоняется она как-то не особо хорошо Так, давайте пробуем максималку на ней выжать Ну, повторюсь, пацаны Скоростя еще не на всех машинах настроены Поэтому нужно еще будет подождать недельку И, в принципе, уже, я думаю, машины Все будут ехать, как они и должны ехать Да, 113 максималка Ну, что ж, пацаны, вот такое получилось видео Надеюсь, вам понравилось Я постарался максимально вам все подробно рассказать и показать Поэтому, пацаны, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok